Они не хотят всем рекордам свои звонки и дать имена, да и рекорды здесь, если и бьют, то только личные. Иногда не все складывается удачно, но на этот случай предусмотрена возможность попытаться пройти испытания еще раз. Все, пишу золото. Все, следующий. В очередном дне сдачи норм ГТО приняли участие как организованные группы из школ, так и рядовые жители Видного. Возраст участников от 6 до 45 лет. А в среднем от 60 до 70 человек посещают. Мы вот буквально недавно ездили в Бутовскую вторую школу, там принимали, там 40 человек у нас принимали, сдавали нормативы. Поэтому получается в неделю-то и побольше, около 100 набирается народу. Тимуру Рустамову всего 6,5. Царапины на лице выдают бойцовский характер. На сдачу норм ГТО пришел с мамой по собственной инициативе. Мы про это движение ГТО давно знаем, на сайте зарегистрировались, и я потом просто узнавала по датам, когда будут принимать эти нормы. Мы специально приехали. Как ты оцениваешь свои возможности? Сможешь сдать? Да. А что тебе самому больше всего нравится? Это прыжки. Прыжки в длину. Опытные спортсмены знают залог хорошей сдачи – разминка. И даже тех, кто не очень уверен в себе, обязательно поддержат и судьи, и другие участники. Все легче, чем прыгать. Но! Все, все, все! Отдельно стоит сказать о площадке, на которой проходят сдачи норм ГТО. Она появилась вместе с обновленным стадионом «Металлург» и сделана в соответствии со всеми требованиями к безопасности и удобству. Едут «Видное» даже из Москвы. Я из города Москва. Да. Мы приехали в «Видное», чтобы сдать комплекс ГТО. А почему же именно в «Видном»-то? Ну, во-первых, это замечательный городок, если честно. Мы когда сюда ехали на автобусе, это просто что-то невероятное. А что, в Москве нету, что ли, площадок нормальных? В Москве мы замучились, если честно, искать. А здесь наша учительница по физкультуре живет, и она за нас зарегистрировала здесь. Некоторые, заразившись азартом от друзей, тоже загораются желанием сдать нормы ГТО. Но, увы, не складывается. Вы должны были пройти медицинский осмотр. И он должен был тебя, доктор, допустим. Так как у тебя нет списка, соответственно, ты не проходил. Поэтому тебя не ментал принимать. Стать участником мероприятия несложно. Главное – зарегистрироваться на сайте ГТО и принести с собой необходимые документы. Если организовано со школы, то это заявка, приказ и обязательно допуск. От врача. Приходят из города. Там обязательно это паспорт, УИН и тот же самый допуск от врача. Судьи отмечают, что к сдаче норм ГТО участники относятся очень ответственно. В основном везде у всех золото. У детей маленьких на отжимании в основном все золото. То есть редко у кого серебро, бронзи. По подтягиваниям у взрослых, допустим, за 40 лет мужчинам, они показывают все на золото в среднем. То есть взрослопоколение тоже у нас от молодежи не остается. Очень хорошо все подтягивается. Правильно, культурно. И молодежи дают даже форум. Один из тех, кто готов показать молодежи достойный пример – Александр Сидоров. Свои 40 он без проблем справляется со сдачей норм на золотой значок. Ну, подготовка уже идет месяцев 8, наверное. Ежедневная зарядка, пробежка. Это самая дисциплина. И силы, воли к победе. За выступлениями главы семьи наблюдают жена и дочь. У них в семье также занимаются спортом на постоянной основе. Мы очень спортивные. Мы любим спорт. Ну, а чем занимаетесь, например? Нет, ну мы не то что профессиональным спортом, фитнесом. Вот я, например, фитнесом. Он бегает в парке. Он любит бегать. Сдача норм ГТО – прекрасный способ проверить свои возможности. В этот раз ею воспользовались порядка 60 человек. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.